Всем привет! Как известно, по Крыму прошли мощные осадки. Реки наполнились, везде по рекам шли мощные потоки воды. И мы отправились на реку Кача, чтобы своими глазами увидеть, как справились недавно построенные берегоукрепительные сооружения с потоком воды. Находимся в селе Айвовое, в русле реки Кача. Как мы видим, нанесла Кача много камней, но не произошло никакой чрезвычайной ситуации. Берегоукрепление данное выдержало. Это вертикальные стенки из сборного железобетона. Почему-то сейчас работы не ведутся, хотя разгар рабочей недели. Вот, можем видеть, как здесь все это происходило во время осадков. Применены вот такие вот железобетонные элементы. Внешняя сторона выполнена под каменную кладку. И вот из таких элементов собирается вот такая стенка. Вот таким образом стыкуются железобетонные элементы, образуя стенку. Необходимость выбора такой конструкции берегозащиты обусловлена наличием в непосредственной близости русла реки Кача огородов местных жителей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ну а самый главный вывод, что мы можем сделать, данные сооружения, даже будучи незаконченными, незавершенными, выдержали поток воды в реке Качево во время осадков, он был довольно мощным. Субтитры создавал DimaTorzok В районе села Вишнево были реконструированы существующие дамбы защитные на участке длиной 525 метров. Дно русла реки было уложено крупным камнем, берега были защищены, нижняя часть откосов железобетонной монолитной плитой и верхняя часть откосов была защищена габионами. Это каменная наброска в специальных сетках. Этот участок укреплялся как раз потому, что мы видим, рядом находятся дома и существует опасность выхода реки из берегов. Такое уже случалось, поэтому здесь была сначала сооружена земляная дамба более раннее время, ну и сейчас выполнены работы по реконструкции, по созданию мощных гидротехнических сооружений. При условии использования специальных сеток с цинковым и полимерным покрытием срок службы таких габионных конструкций может достигать 50 лет. Что касается необходимости строительства этих сооружений, то можем вспомнить 1915 год, когда на Каче был зафиксирован очень мощный паводок. Вода полностью уничтожила сады в низовьях реки, при этом по руслу несло валуны до 8 тонн массой. Это устье реки Кача в поселке Орловка. Мы можем наблюдать грязный след от воды. Несмотря на то, что интенсивность стока реки Кача уже уменьшается после осадков, до сих пор идет такая мутная грязная вода. Будем следить, как будут достраивать Вайвовом это берегу укрепление такое интересное с вертикальными стенами, что пока что приостановлено, но я надеюсь, что скоро возобновится. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание, спасибо за поддержку канала и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»